С тех пор, как российские войска активизировали наступление практически вдоль всей линии фронта на востоке Украины, Лиман Донецкой области все чаще попадает под огонь. По городу бьют искандерами, сбрасывают кабы, долетает туда и другое вооружение. Сообщения о раненых и погибших приходят почти каждый день. Мы отправляемся в Лиман с волонтером Юрием. Миновав выгоревшие сосновые леса вокруг города, разбитые придорожные заправки, выезжаем к Стелле на въезде в город. Она, как и многие другие, списана руками украинских защитников и волонтеров, которые, как и Юрий, привозят сюда гуманитарную помощь, чтобы поддержать оставшихся жителей. Стараемся каждую неделю ездить в прифронтовые города, села, привозить гуманитарный груз. Сейчас будем раздавать, заедем на один район, в городе Лимани, там будет где-то 50-60 человек. Сейчас будем раздавать им гуманитарную помощь, то есть человек 40, семей получат гуманитарный груз. С тех пор, как силы обороны освободили Лиман осенью 2022 года, город жил в атмосфере временного затишья. Сюда удалось вернуть свет и частично газ, но линия фронта всего в 15 километрах. Любая активизация российской армии создает угрозу населенному пункту. Местные говорят, прилетают в основном после обеда. Местные жители встречают Юрия как родного. Сегодня он привез картофель, лук, печенье и другие продукты. В городе остаются в основном пожилые люди. В редкие моменты относительного затишья они выходят встретить волонтеров или представителей местной власти, которые тоже привозят помощь. У нас же на линии соприкосновения свет не отключаются. Да. Так хорошо. А что по воде скажете? И вода, я литом, зимой. Зимой, но тут лучше, я тут только похоже. Мы тут как магнаты живем. Как кончезаспи. Ты представляешь, сегодня дали гуманитарку. Я и наглянула, что. Только васоли того року дадут. И в животе полный в штанях тепло. 64-летняя любовь, несмотря на тяжелую ситуацию, не теряет чувство юмора. Ее дети и внуки выехали из зоны боевых действий. 6 июня областная военно-гражданская администрация объявила об эвакуации из Лимана семей с детьми. С того момента удалось вывезти из города около 150 несовершеннолетних. Кой-то повозвращался. Кто-то выехал, кто-то приехал. Ну, молодежь, кажется, выезжала. Потому что молодежь делает ничего. Я сразу говорю. Я и своим детям сказала, выезжайте, пока есть свободы. Потому что тут ничего вывозить. Да ну, у наших детей еще есть дети, гонучка. Ну, представь, будут лупы, да, нервы какие, а психика какая. Конечно, вывозить надо. До полномасштабного российского вторжения в Лимане проживало более 20 тысяч человек. Сейчас менее 9 тысяч. Это мы чокнути, понимаешь, на всю голову. Мак, что ты не выйдешь? Что ты? Кажу, я дома. Две недели мне ждут. Что ты ждешь? Да ничего я не жду. Я дома, скажу, понимаешь. Мне уже хочется, чтобы не гупали. И я дома. Хотя я в подвале третий год уже. Многие люди, чьи квартиры и дома разрушены, живут уже два с половиной года в подвалах. Здесь же прячутся от обстрелов. Ниной любовь ведут нас показать свой. Здесь обустроили все необходимое для жизни. Можно выдумки, какие-то разделы, а себе умывальник такой. Кушать готовим. Это вот сюда моя половина, можно сказать, часть. Она обустроила, она и тут чистенько, хорошенько, ревненько. Позаботились женщины и о нуждающихся. Еще одну комнату обустроили на случай, если еще кому-то из соседей негде будет укрыться от обстрелов. Там же у Нины стоит консервация. Одна у нас была здесь три. Одна от семнадцатого уже ушла в мир иной света у нас была. Умерла, да? Уснула и утречком не проснулась. В антонии тряло, а в среду не стало? Да. Уснула. Как уснула, так и уснула. Сердце остановилось, да? Конечно. На случай отключения электричества есть аккумуляторы. Для местных жителей это будет уже третья зима в подвалах. Говорят, привыкли. К отопительному сезону готовят буржуйки, дрова привозит местная власть. Ну, вот, значит, такого нема порядка и акулины. Потому что у меня некуда вещи издевать. У меня полностью же квартира зная. Любовь ведет нас показать свою дотла сгоревшую квартиру. Рассказывает, то, что недоразрушили боевые действия, теперь уничтожает непогода. Несколько балконов буквально оторвало во время сильного дождя. На улицах, там, где были прилеты, до сих пор стоят разбитые машины. С левой стороны, вот, крайняя, разбитая, не мами крыша, ничего. Это моя квартира. Вот это же один, два, три, четыре. И трехкомнатная тоже, левее, пять штук сгоревшие квартиры. Эти более-менее вот это же спасали. Тогда хлопцы были еще, бегали, тушили воду. Ну, наши, наши не спасли. Теперь в своем подвале Люба бережно хранит спасенные из квартиры фотографии. На них погибший сын, который пошел добровольцем в ряды вооруженных сил Украины еще в 2014 году. Мои дети. То, что не догорело, как утопается, что успела снесли, то осталось у меня. И все, мои дети. То, что, в Киеве, на похороненной, на Юровке. Был первопроходцем, как только это самое началось. Ты моя ножницы положила. Хорошо, как только началось это, вот сейчас в 2014 году. Да, да. Он пошел добровольцем, ну, в первых рядах пошел этот. Вот родители мои из Горловки сами, а он же там, как вы, местный, все знает. И в Дебальцево, тут Славянск, и тут же ж рос тут, как в школу заканчивала. А до дедушки до бабушки ездил. Ну, и в Рассветке. Сын Нины тоже служит в ВСУ. Спрашиваем, почему они не хотят уезжать? Зачем живут в Лимане фактически в серой зоне, подвергаясь риску попасть под обстрелы и ракетные удары? Я была. И в Италии месяц пробыла. И у меня в Депре живет сваха, невестка и внучка. Там трехомная квартира. Я могу в любое время сесть и поехать туда к ним. И я была там, жила. Но, извините, дома есть дома. Сын у меня в ЗСУ. Так что приходится здесь. А что, я не могу куда ехать, если тут все свое. Эвакуацию, да, они объявляют. А как же, кто желает, пожалуйста, садитесь и уезжайте. Только куда? Я считаю так. Если вы предлагаете эвакуацию, предоставьте человеку, допустим, мне, дайте мне комнату, в которой я буду жить. Я согласна. Если меня вообще вот там до всех посадят, и там тут кашляет, тут это я сама такая. То встал, то не встал, то в туалет в очередь стой, то еще где-нибудь. А потом пойти, вот я же знаю, поживу один-два. Ищите себе свое жилье. Да, и я буду шукаться своей пенсией. Если бы у нас пенсии были хотя бы хоть по 20 тысяч, то можно было бы хоть и квартиру где-то снять. С нашей пенсией, вот то нам в подвале и доживать. На данный момент живут они за счет своей пенсии, которая приходит на карточки. Банкоматы в Лимане работают, и с этим проблем нет. Правда, из-за участившихся обстрелов уже около месяца магазины открыты только до 13. Раньше работали полный день. Лекарства пожилым лиманцам привозят в основном по заказу либо родственники, либо волонтеры. Тем временем ситуация на линии фронта обостряется ежедневно. И жители Лимана мечтают лишь о том, чтобы война поскорее закончилась, и они могли полноценно начать восстанавливать свой город.